Здравствуйте! Вот и наступило утро нового дня. А за то, чтобы оно было по-настоящему бодрым и интересным, сегодня отвечают Артём Андроновский. И Александр Карнович. Да, друзья, сегодня уже пятница 1 февраля. Да, конечно. Это, во-первых, последний месяц зимы, что в первую очередь замечательно. А во-вторых, пятница – это последний рабочий день недели. Ну и более того, действительно, в этом году зима нас балует. Балует тепло, хорошо, нет особых морозов и, в принципе, осадков. Ну, снег немножечко был, вроде и порадовал для приличия, но в целом мы не перемерзали. Осталось всего лишь месяц и долгожданная для многих весна. Вот. Но несмотря на то, что месяц только начался, события продолжают происходить с огромной скоростью. Интересно узнать, что произошло нового. А я сейчас расскажу. Но новое что-то всегда происходит и каждый день, поэтому мы сейчас начнем с самых актуальных и интересных новостей. По рельсам и на колесах. Транспортная дирекция возобновила продажу единого билета. С ним можно проехать до места назначения разными видами транспорта – автобусом, поездом или самолетом. Поездки начнутся с 20 апреля – это через аэропорт Симферополя, и с 30 апреля – через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара. За сколько дней можно купить единый билет? Изменилась ли цена? Ответ в материале Екатерины Серегиной. Егор Черкасов – студент, учится в Ялте. Сам из Анапы домой ездит регулярно. О едином билете знает не понаслышке. Я пользуюсь единым билетом с 2017 года. Это очень подносно. И популярная – за прошедших пять курортных сезонов по единому билету проехало 2 миллиона пассажиров. С открытием Крымского моста количество перевозок возросло на 15%. Благодаря запуску автомобильного движения сократилось и время стыковки между поездами и автобусами – с 4 до 2 часов. Цена билета осталась на уровне прошлого года. Например, из Анапы в Керчь можно доехать за 380 рублей, а из Краснодара в Севастополь – за 810. Сами перевозки устроены следующим образом. Человек может воспользоваться самолетом и автобусом до своего города назначения, либо поездом и автобусом. Причем, то, что касается поезда, пользуются не только жители России, но приезжают к нам жители и Казахстана, и Белоруссии. По единому билету можно по-прежнему доехать в 7 городов полуострова – Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. Купить единый билет можно за 90 дней до отправления. Сейчас такую услугу в Симферополе предоставляют железнодорожные кассы. Многого для этого не нужно, только паспорт. Подробная информация с адресами точек продажи единого билета в разных городах России и Крыма есть на сайте транспортной дирекции. Также билет можно купить онлайн в одну сторону или туда и обратно. Екатерина Серегина, Иван Евдокимов, Новости 24. 10 миллионов рублей в ближайшее время выделят на обследование симферопольских подземных переходов. В четырех городских тоннелях выявят основные нарушения, а затем проведут ремонтные работы. Что изменится в подземной жизни крымской столицы, расскажет Анастасия Кошель. Хорошо знакомые симферопольцам магазины в подземном переходе на площади Куйбышева закрываются. Такое решение приняли в городской администрации. Причина – торговые точки мешают движению и создают угрозу безопасности в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. Всем предпринимателям предоставили рабочие места. Холисия Юсуфовна два года проработала в переходе, в спешке собирает товар. Обидно. С одной стороны, переход весь грязный. Здесь чего только не вытворять. Конечно, переходы надо восстанавливать. Чтобы определить все узкие места, в рейд по подземкам отправились и представители городской администрации. Во время проверок выяснилось, проблемы в некоторых переходах появились после работы дорожников. После капитального ремонта дорог в Симферополе в подземном пешеходном переходе возле центрального универмага нарушилась гидроизоляция. Во время осадков вода попадает прямо в магазины. В этой торговой точке после дождя пострадала часть товара. Затопило не только магазин, но и электрощитовую. Пострадали соседние торговые объекты. В переходе планируют провести масштабные работы, убрать торговые точки, которые мешают движению, установить рекламные экраны. Однако в начале – обследование. Все зависит от экспертизы, которую мы получим на выходе. Если это текущий ремонт, постараемся вложиться в бюджет муниципального образования. Если это капитальный ремонт, конечно, будем просить субсидию из республиканского бюджета. Ремонт необходим и подземному переходу на площади Советской. Там после дорожных работ тоже затопило распределительный щит электропроводки. Пошли и щели, и попреждения, осыпались плиты перекрытия, оголился металл. Ну, в общем, затекание опять же. Ольга 35 лет выращивает цветы. Сейчас продает их в переходе. Как и другие предприниматели, ждет обновлений. А пока оборудует рабочее место своими силами. У нас у каждого свое чистенько. Мы наводим самый порядок. А здесь, я думаю, недолго навести порядок. Ну, вот уже и лампы все одинаковые купили. Все, чтобы все было красиво. Все нарушения зафиксировали в том числе и сотрудники МЧС. Помимо коммуникаций, в переходах планируют заменить покрытие на стенах и потолке. Некоторые точки убрать, оставшиеся привести к единому стилю. А сейчас, конечно, мы занимаемся только обследованием. Идем по пути обследования. На обследование выставляют около 10 миллионов за 4 подземных пешеходных перехода на Кирово. Но это будет проведен конкурс, будут торги. Мы будем надеяться на падение. Переходы в центре крымской столицы – место людное. Никто, проходя по улице Кирова, не минует спуска под землю. Состояние тоннелей горожане оценивают на тройку. Вот, честно говоря, спускаться туда желания никакого нет. Там запах неприятный постоянно стоит. Ну, что сказать, летом вообще души свет. Не все в хорошем состоянии. Требуют ремонта, на мой взгляд. А у некоторых, может, надо убрать торговые ларьки. Пока проверяют 4 подземных перехода. На площади Куйбышева, Советская, Медхана Султана и возле Центрального универмага. В дальнейшем администрация Симферополя планирует исследовать остальные, чтобы определить проблемы и приступить к их решению. Однако конкретных сроков общего тестирования подземок столицы Крыма пока нет. Анастасия Кошелевна, Евдокимов, Новости 24, Симферополь. Ну, я на самом деле тоже не очень люблю ходить по пешеходным подземным переходам. Мне кажется, как-то спокойнее, как бы это ни звучало, но это наземные, либо вообще зебра. Конечно. Особенно, мне кажется, автомобилисты, которые выступают за то, чтобы строить больше подземных пешеходов, просто, скорее всего, нарушают скоростной режим. Но вот что они делают прямо сейчас, так это наверняка слушают радио. И, может быть, наши прекрасные радиоведущие как-нибудь смогли бы повлиять на них. И все привыкли. Доброе утро, коллеги с радио. Доброе утро. Допустим, там четные неучественные... Леша Щербак, Катя Серегина. Они нас пока просто не замечают, мне кажется. Конечно. Это вы нас видите. Мы вас, к сожалению, нет. У нас нет монитора в студии. У нас сейчас на прямой связи наша утренняя телепрограмма, наши коллеги. Доброе утро. Доброе утро. Как идет эфир? Замечательно. Как проходит ваш? Да тоже интересно вполне. У нас тема такая актуальная. Развитие электротранспорта в Крыму. Как совпало? Да. Мы как раз обсуждали переходы, подземные, надземные. Вот. Теперь эти переходы в перспективе будут еще и бесшумными. Над головой меньше будет громыхать. Ну скажи, пожалуйста, вот электротранспорта в Крыму, а у нас же его на самом деле сейчас немного. Я знаю, что недавно вроде что-то протестировали, да, вот первые какие-то машины. Ну речь идет о развитии электротранспорта в первую очередь в курортных городах, чтобы освободить их от пробок в первую очередь и избавить от загазованности. Это такой вот старт, скажем так, для Крыма. Ну мы не берем сейчас, конечно, развитие там троллейбусов, электробусов. Это исторически уже сложилось, троллейбусные линии у нас. Берем более такой компактный транспорт. Да, коллеги, можно небольшую ремарочку в этом плане. Действительно, у нас на самом деле очень много электротранспорта в Крыму. Ну, что касается тяжелого электротранспорта, то есть это троллейбусы, у нас уже в Крыму, значит, ходят более 60 электробусов больших тяжелых, 90 человекомест посадочных. И поэтому транспорта достаточно электротранспорта, но в том числе, ну развивать его безусловно нужно, в том числе и тяжелый транспорт. Но мы сейчас говорим именно о развитии малого электротранспорта, то есть это коммунальные машины для уборки дорог, электрические, бесшумные, экологически чистые, тихие. Представьте, мусоровоз, который сейчас заезжает на набережную, например, да, но и перегружает там из баков мусор. Ну вот как это выглядит в курортный сезон? Когда летом будет большое количество отдыхающих, это станет таким вопрос ребром, возможно. Да, очередной проблемой. Да, мы предлагаем такие мусоровозы сделать маленькими, компактными, они могут вбирать в себя два чистых бака, при этом выгружать их на набережную и загружать баки полные, увозя их с территории набережной, перегружая уже дальше, в других местах. Ну, спасибо, Михаил Александрович, не будем отвлекать наших коллег, у них тоже сейчас свой прибой эфир. Спасибо вам. Ребята, хорошего эфира. Спасибо и вам. Спасибо и вам. Удачного дня. Саша, лично для меня тема электротранспорта супер актуальная, потому что я известный борец за экологию и считаю, что электроавтомобили, каких бы слухов о них не было, в первую очередь спасают и наш общий дом. А вот с чем, по-твоему, экология связана непрерывно? Для меня экология, наверное, ну, во-первых, это природа, а там, где природа, там и погода. А у природы нет плохой погоды. Об этом прямо сейчас и узнаем, что ждет Крым сегодня. Крым сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok В интересное время мы живем, Саша Потому что лично я застал период Когда против вакцинации выступал каждый второй Ну что поделаешь Интернет, телевидение, да и общество в целом Полны слухов и предупреждений Но вот к слову о временах Ведь на самом деле ключевые события В истории человечества происходят В течение всей истории И о них хотелось бы узнать Что произошло в эту дату Специально в нашей рубрике Хронограф 154 года назад президент США Авраам Линкольн Подписал резолюцию Конгресса О внесении 13-й поправки в Конституцию Отменяющей рабовладельческое право Сегодня этот день отмечается по всей территории Штатов Как национальный день свободы 1 февраля 2004 года Опубликовано сообщение о создании Искусственным путем новых химических элементов Унунтрия и Унунпентия Синтезированных совместно Российским объединенным институтом Ядерных исследований И Американской Ливерморской национальной лабораторией 1 февраля 1931 года Родился советский и российский Государственный и политический деятель Борис Ельцин Первый президент Российской Федерации Вошел в историю как всенародно избранный глава России Радикальный реформатор Общественно-политического и экономического устройства страны Период правления Ельцина Ознаменовался противостоянием с Верховным Советом Приватизацией Противостоянием с Компартией Попыткой импичмента Началом войны в Чечне А также дефолтом 1998 года 1 февраля 1942 года Родился Лев Валерьянович Лещенко Советский и российский эстрадный певец Народный артист РСФСР Полный кавалер Ордена За заслуги перед Отечеством Известен как музыкальный педагог Автор текстов песен, продюсер и киноактер Ну и, наверное, хорошая новость В центре Симферополя В Симферополе появилась еще одна платная парковка В районе Петропавловского кафедрального собора На улице Борзилова Но, если честно, рассчитана только на 27 мест Но в целом, наверное, это тоже как-то исправит ситуацию С учетом того, что до этих парковок еще и доехать надо Вот именно, соглашусь, парковка это, конечно, новость хорошая Но, чтобы до парковки добраться Нужно иметь бензин в баке автомобиля Об этом, собственно, прямо сейчас я вам и расскажу Давайте посмотрим внимательно, что происходит с ценами на сегодняшний день Для любителей сэкономить, а возможно ездить на крупногабаритном транспорте Газ, он стоит 28 рублей 19 копеек Дизельное топливо, ясное дело, дороже Больше, чем в два раза 51 рубль 25 копеек 92-й бензин, бензин, который вызывает до сих пор много споров Стоит 47 рублей 17 копеек И вот его конкурент, с которым его и сравнивают 95-й, стоит, конечно, дороже 50 рублей 19 копеек 98-й бензин, бензин для владельцев хороших, роскошных, скоростных автомобилей Стоит 56 рублей 59 копеек Но знать цены на бензин недостаточно Еще нужно знать, что там происходит на валютном рынке Потому что правильное и вовремя сделанное вложение может обеспечить вас полным баком немного ранее Как мы видим, в целом курс немножко упал 65 рублей 35 копеек на сегодняшний день стоит доллар Евро не отстает и тоже немного снижается 75 рублей 20 копеек Это общая ситуация по курсу валют на сегодня Друзья, но дело не только в том, что мы знаем цены Дело в том, как мы распоряжаемся этим знанием Зная, сколько стоит бензин, сколько стоит валюта И в целом, что происходит на рынке Можно не только правильно сэкономить, но и обеспечить более экономически надежное и успешное будущее А я тебе могу рассказать, что ученые выяснили, как богатство меняет сознание Ну то есть, согласно данным института социологии РАН Если раньше, ну за последние 10 лет в России резко сократилось имущественное неравенство Ну и в связи с этим поменялось отношение к бедности То есть, если раньше считалось, что бедность это добродетель То сейчас все-таки бытует мнение среди нашего поколения, людей постарше Что все-таки, если человек беден, то он сам виноват И дальше это воспринимается как, в принципе, какие-то врожденные, может быть, черты характера Хочу сказать, что и отношение к понятию богатства сейчас изменилось Ведь когда раньше критерии успешности были действительно монументальными и большими Это своя усадьба, своя территория, ну что-нибудь подобное То сейчас последняя модель актуального телефона Дорогой хороший автомобиль, возможно, дорогие хорошие часы на руках Уже показывают статус человека Хорошо это или плохо, размышлять можно долго Но вот, Саш, скажи, лично ты гоняешься за последними трендами цифровых технологий? Мне абсолютно, я абсолютно равнодушна к цифровым технологиям Единственное, что я, может быть, захочу себе туфли какие-нибудь красивые И вот в определенной марке, это да Но это моя женская слабость, я считаю, что вот какую-нибудь одну я могу себе позволить А в целом, ну, понимаешь, у меня еще отношение такое к деньгам и к бедности Я считаю, что достаточно вот просто жить в зоне комфорта своей Считать, что ты богат И поэтому ты, и только вот если ты считаешь, что ты богат, да Вот пусть у тебя нет каких-то там большого количества материальных благ То этого достаточно Надо устраивать самого себя, правильно? Да, да, да Конечно, это совершенно верно Но вот, не знаю, женская это не женская особенность Но я за хорошими туфлями тоже могу покататься И однажды выложил приличную сумму А потом узнал, что на следующий день мой друг купил точно такую же модель По скидке на 70% дешевле Это обидно Это было безумно обидно Это было очень обидно, но гоняются люди за разным А очень часто люди не гоняются, а бегают и бегают правильно для своего здоровья Да? Об этом мы поговорим наш следующий прекрасный сюжет про бежка Специально для вас Да-да-да, здесь именно я и свалился Ушибы, ссадины и сильный испуг Так недавно закончилась утренняя пробежка Руслана Решил заняться спортом, думаю, побегаю перед работой По утрам, это было около месяца назад, то есть еще темно Это около шести утра было Выбежал, начал бегать, думаю, свежий воздух, лесополоца Но как-то, видимо, не рассчитал свои силы Может, обувь была неудобная И вот, собственно, так и получилось Правильная беговая обувь, плейлист, удобная спортивная форма, время суток и настроение Каждая деталь влияет на результат Поэтому при выборе экипировки уже нужно четко понимать, для каких целей человек тренируется Лучше обувь выбрать, ну, для стопы удобная Мягкая подошва, главное, чтобы пятка фиксирована была Если для стадиона, то подошва должна быть мягкая, более упругая Если для пересеченной местности, развить там скорость И какие-то нужны гортексы Что касается оптимального для бега времени суток, то тут мнения специалистов расходятся Одни советуют тренироваться утром, другие вечером В любом случае важно, чтобы это все-таки не было 4-5 утра или 10-11 ночи Слишком радикально для организма Оптимальное время с 8 до 11 утра и с 6 до 9 вечера Оздоравливаясь, мы можем даже не заметить, как наносим непоправимый вред нашему организму Можно травмировать мышцы, поэтому делать разминку Также следите за тем, чтобы пульс не превышал рекомендуемую норму 150 ударов в минуту Ну и, конечно, контролируйте дыхание Рекомендуется начинающему дышать спортсмену Два шага выдох, два шага вдох Вдохнули носом, выдохнули ртом Тренер должен посмотреть, как он ногу ставит, как он колено выносит Возрастных ограничений нет Если человек хочет, он будет это делать Бегая, человек избавляется от подкожного жира Но помните, что на протяжении первых 15-20 минут организм только разогревается Худеть мы начинаем после первых 40 минут Важно и правильно выбрать место для тренировки Для профессионального бега, я считаю, что лучше всего на стадионах Там специальное покрытие А если для здорового образа жизни, я считаю, лучше выбирать парковый раздельный Где воздух насыщен кислородом В том году по линии администрации города Симферополя Мы установили 5 мини-площадок по мини-футболу И там можно бегать, заниматься, заниматься футболом Это тот же бег Специалисты утверждают, что начать бегать никогда не поздно И не важно, что о вас подумают другие Не бойтесь показаться смешным на фоне профессиональных бегунов Главное, чтобы это не было травматично Поддерживало ваше здоровье и приносило удовольствие Ольга Гусева, Андрей Псом, Утро Нового Дня Хочу сказать, что пробежка в Крыму приносит двойное удовольствие Во-первых, это замечательные виды Во-вторых, это прекрасный и свежий воздух Да, Саша? Да, ну именно поэтому я по утрам еще не бегаю Но когда-то, надеюсь, начну Ну, а нас в студии уже ждет гость Это краевед, туроператор Иван Коваленко Здравствуйте, Иван Ну, скажите, пожалуйста Знаю, что 5 крымских городов вошли в топ-10 России Городов, в которых приятно отдыхать с туристом Которые они выбирают для отдыха Ну, скажите, пожалуйста Какие города вы считаете самыми привлекательными все-таки для отдыха Семейного отдыха туристического? Крымские? Ну, это стандартно, конечно Турист выбирает для семейного отдыха Ялту Это естественно И в Паторию И Патория сейчас, наверное, занимает самый топ в плане семейного отдыха В плане отдыха с детьми на пляжах Последнее время, конечно, с открытием моста С переориентацией, так скажем, турпотоков в Крыму Судак, Феодосия, Коктебель То есть восточные побережья Крыма Они тоже активно развиваются как семейный отдых Как регионы для отдыха родителей с детьми Как я понимаю, регионы предоставляют площадку для отдыха Назовем это так, не только в летний период, а в принципе круглогодично Ведь даже ИБК прекрасен и зимой, и в холода, которых там по сути-то и нет Поток туристов не уменьшается в течение года? Ну, конечно, уменьшается Не радикально Конечно, естественно, он уменьшается Но он меняется Дело в том, что, скажем так, в тихий сезон Будем его называть сезон здоровья Либо тихий сезон в Крыму Приезжают люди на экскурсионные изучения края И, конечно, и в Ялту И в ту же Евпаторию, о которой я говорил И, конечно же, в Севастополь Приезжают люди, чтобы узнать историю этих городов И, кстати, в последнее время достаточно интересно Что многие туристы выбирают для экскурсионного ознакомления Нашу Симферополь с вами родной Это тоже удивились Это нестандартно Мы тоже были удивлены, скажем так, за последние пять лет Российского Крыма Российский турист, он заранее заказывает экскурсии по Симферополю Интересно, они понимают, что Симферополь – это столица И, как любая столица, здесь есть что посмотреть То есть не просто, потому что это, так сказать, главный транспортный узел, да, Симферополь А именно заранее заказать билет, чтобы просто покататься, погулять? Да, приезжают даже с ночевка в Симферополь Один-два дня до основного отдыха Если они едут в Ялту или там Севастополь, к примеру, либо в Евпаторию И заказывают экскурсии по историческому центру нашего города Причем мы удивились, но люди, многие из материка, заранее знают про наш Неапольский, про святителя Луку То есть действительно хотят посмотреть там паломнические какие-то моменты Поражаются улочкам нашего старого города Это, конечно, уникальность Нигде в России, я думаю, нет такого города, как наш старый город С этими знаменитыми этнографическими моментами, старыми улочками То есть Симферополь, он, в принципе, возможно в скором времени При хорошем подходе нас и наших, конечно, властей Превратится, ну, не в туристические ворота, конечно, Крыма Но в серьезный туристический экскурсионный центр нашего полуострова Действительно, это такой актуальный стереотип, что сами Симферопольцы не воспринимают родной город как туристическую точку Для симферопольцев выехать за город, вот это отдых и туризм А конкретно в Симферополе ведь есть много чего интересного Например, про тот же Неаполь, что вы сказали, мы совсем недавно снимали сюжет И были удивлены, насколько богата история этого места И настолько интересные там виды По поводу истории, насколько я понимаю, в Симферополь все еще не входит список туристических мест И, видимо, свои истории привлекает в первую очередь Евпатория Конечно, вы абсолютно правы, действительно, опять-таки, Симферополь и Евпатория пересекаются Я как патриот Симферополя немножко к этому еще скажу Нам необходимо в Симферополе такой же вот момент, как в Евпатории старый город сделать То есть люди приезжают, людям интересная этнография, история этих городов И Евпатория сейчас, в тихий сезон, занимает, наверное, первое место в Крыму По посещению туристов, как и на лечение, которые приезжают, так и на экскурсионные знакомства с городом Можно еще маленькую крымарочку? Я думаю, вы правильно сказали, что начинать развитие, скажем, экскурсионного Симферополя Я считаю, нужно с нас, симферопольцев Когда мы полюбим свой город, тогда и туристы смогут полюбить Совершенно верно, вы это замечательно сказали Потому что мы узнали у симферопольцев, где же они предпочитают отдыхать И чем предпочитают заниматься в свободное время Блиц-опрос прямо сейчас Вот под Севастополем, под Севастополь там любом море есть И там очень хорошо Пляж свободный, большой и море хорошее Саки, Саки очень хорошие, вот этот санаторий Пиракова мне понравился Мне кажется, Севастополь, потому что это мой родной город Там и море, и пляж Керчи, Меганом, Пиолен, Севастополь, много мест Молом, что, наверное, близко и доступно Скорее всего, Ялта, потому что это сердце, наверное, Крыма Мы любим город Ялта Самый солнечный, самый очень красивый, уютный город И в Паторию, там тихо В этом году рабочий уголок мне понравился, чистенько все, прекрасно Вылизано все, окурков нет, бутылок нет, как при Украине, арбузных корок нет Одна медведя, закрытая в ухточке Возможно, такие приморские поселки, как Семейс и Грузов Ялтин турист, любим отдыхать Ну и на Южном берегу, конечно Из морей мне больше как-то кипячок нравится Песчаная, наверное Да, в принципе, без разницы То есть не имеет значения место, имеет значение с кем Вы лучше Ну и скажите, пожалуйста, возможно, все-таки Какой отдых сейчас предпочитают туристы? Потому что вне в сезон, может быть, появились, наоборот, какие-то фишечки чисто крымские Ради которых сюда сейчас стали приезжать Ну, знаете, я, наверное, скажу так Может быть, даже еще не появились, но появляются и перспектива отдыха в горах Вот мы, как, скажем, экскурсоводы Мы получаем часто запросы от туристов Отдохнуть 2-3, буквально 4 дня где-нибудь в горно-лесной зоне Крыма Чтобы был коттедж, баня обязательно, сауна Ну и просят там моряка, сплав по реке Озеро, конечно, это не крымские моменты Но, тем не менее, отдых в горно-лесной зоне В комфорте, к которому привык, опять-таки, повторяюсь, в основном материковый турист Как мы его называем Он в Крыму развивается И это отрадно И я думаю, что за этим тоже есть некое будущее Для включения новых, как говорится, регионов в туристический оборот Про материковых туристов Насколько я знаю, многие местные жители Крыма пользуются особенно экзотической услугой Это закрытые пляжи, какие-то неизвестные горные районы или озера О которых, в принципе, никто на материке не знает Насколько реально популяризировать именно дикую сторону Крыма И насколько она уже популярна прямо сейчас? Ну, вы правы, это, скажем так, некая фишка крымчан Это наша особенность, что мы знаем, где есть скрытые пляжи, где есть скрытые бухточки Я бы, честно говоря, как крымчаник-патриот не сильно бы популяризировал Вот эти закрытые заповедные места Они все-таки должны остаться, ну, и для природы Чтобы там развивалась дикая природа, в том числе фауна, флора Вот, конечно, нельзя застраивать заказники, заповедники, которые находятся на побережье Крыма Там аквальные комплексы не очень, может быть, правильно иногда их закрывать Какие-то пляжные оковы, так скажем Поэтому пусть это останется у нас в сердце, у крымчан А мы будем туристам их показывать, какие они есть в настоящем первозданном виде Я бы тоже не рассказывала бы Нет, честно, конечно, я бы не рассказывал другим крымчанам, что уж там про те места, в которые хожу я Но вот нас, как крымчан, волнует еще один вопрос Негативные стороны туризма И имеют ли место быть? Какие-то последствия повышенный интерес к Крыму приносят, с которыми Крым пока что справиться не может? Либо все проходит гладко и пятизвездочно Ну, это, думаю, не секрет для всех нас Прежде всего, наверное, это мусор, конечно же И мусорят и на объектах показа, экскурсионных, и в горах не только приезжие, но часто и крымчане Я думаю, и вы также согласитесь, что бывает, приезжаешь куда-то на природу и видишь, как уезжают люди на автомобилях, даже с крымскими номерами, к сожалению, оставляя мешки мусора, которые они привезли Поели, отдохнули, съели шашлык, да, и все это оставили в лесу Это, конечно, культура развития, просто культура человека Мусор и, конечно же, проблема в последнее время, мы все понимаем, это парковки Это действительно очень большая сложная проблема на южном берегу Крыма, в той же Ивпаторе, ну, про Сиферополь тоже понятно Это как бы транзитный город для автотуриста Очень сложно где-то припарковать свой автомобиль автотуристу даже в районе знаменитых дворцов южного берега Крыма То есть ты бы где-то оставляешь, да? Две основные проблемы, это мусор, парковки, ну, вот, наверное, все Будем надеяться, что, несмотря на то, что у туризма есть побочные следствия, есть проблемы, с ними будет возможно справиться В кратчайшие сроки, наверное, следующий летний сезон, который уже, кстати, не за горами, всего лишь через тройку-пятерку месяцев Пройдет гораздо более гладко и еще больше туристов привлечет Ну, да, что подготовиться к нему, может быть, как-нибудь по-другому в этом году А я напомню, что с нами был гость Иван Коваленко, настоящий патриот Симферополя и экскурсавод Спасибо Спасибо вам Спасибо за интересную информацию Много интересной информации также находится и в сети Об этом мы поговорим в нашей следующей рубрике Мы подготовили специально для вас новости из интернета Житель Севастополя опубликовал снимок, где видно, что зебра нарисована на непроездном участке улицы Который с одной стороны закрыт забором, с другой – дорожным отбойником В сети шутят, что это самый безопасный пешеходный переход города-героя В ответ крымчане стали присылать фотографии подобных переходов в других населенных пунктах Крыма Например, жители ЮБК опубликовали фото зебры в Форосе, которая ведет в стену Симферополь парк имени Юрия Гагарина Во время дождя тут теперь можно проплывать на лодке В мороз вода замерзает и сковывает льдом деревья и кусты Сейчас, пока тепло, в этих лужах плавают пернатые А вот на участке дороги Евпаторийского шоссе специалисты уже приступили к нанесению разметки в подъезду нового терминала аэропорта Симферополь Соблюдай дистанцию КамАЗ чуть ли не переехал легковушку, которая оказалась в так называемой мертвой зоне Водитель грузовика просто не заметил припаркованного рядом авто Хорошо, что педалью стоп воспользовался вовремя Доброе утро по Евпаторийску Водитель не заметил, что под ним закончился асфальт Посчитал, что удачно припарковался и покинул автомобиль Настоящие чудеса эквилибристики Интересно, его ничего не смутило? Крымские фотопейзажи тепло встретили в сети Города, окутанные зелеными лесами, собирают много лайков Ничего удивительного, всем давно хочется погреться на солнышке О том, что сейчас происходит в Симферополе, мы знаем не только из сети Наш отважный и неустанный корреспондент Никита Крылов Прямо сейчас находится на одной из улиц нашего замечательного города Интересно, что он нам может рассказать? Ой, как темно Утро, добрые друзья Я нахожусь прямо сейчас в центре города За мной гордо стоит Ленин Я думаю, ему прямо сейчас скучно, поскольку город только начинает просыпаться Ну, все верно, совсем скоро 8.00 Это означает, что дети только начинают этим в школу, а взрослые на работу Ну и расскажу о погоде, конечно, самая важная информация Скажу честно, теплеет Теплеет гораздо, потому что когда я только вышел из дома, было действительно достаточно прохладно И вот за мной, как вы видите, уже зарево даже небольшое начинается То есть совсем скоро солнце встанет И потихоньку-потихоньку лучи начинают уже прогревать землю Ну вот, между прочим, сегодня будет немного прохладнее, нежели вчера Плюс 10 примерно ожидается, даже, возможно, дождь Поэтому не пугаемся, берем зонт, ничего страшного не произойдет Но, знаете, вода немного похолодала, плюс 10, можем жаловаться Ну, например, сегодня в Республике Саха, друзья мои, минус 43 А это вам уже не шутки Ямало-Неневский автономный округ, минус 40 Магадан, минус 29 Какие потрясающие цифры Амурская область, минус 23 А еще сегодня Макарьев день И по этому дню наши предки судили о весне Вот говорят, если ясная погода, значит тепло придет скоро Ну, надеемся, что дождя не будет Тепло действительно скоро придет Ну, как минимум, плюс 10 для зимы это уже отличный результат В студии, выходите, грейтесь на улицу, вам слово Никит, я бы на улице сейчас все-таки не пошла Если бы я и хотела сейчас где-то оказаться Это все-таки дома, не знаю, на уютном диване И с чашечкой, может быть, вкусного чая Хотя это... Теплого, вкусного чая И этой возможностью Сейчас же могут насладиться наши дорогие зрители Ценить эти моменты Потому что скоро совсем вы выйдете на работу И вот именно сейчас нужно ценить все то, что происходит Ну, как это настоящий момент, да? Конечно, ценить сейчас, как говорили на латыни, carpe diem Лови момент Но все же хочу сказать, что я человек, который холода не боится совершенно И я не хвастаюсь Но вот Никита сейчас озвучил цифры Минус 43 И я замерз прямо здесь, в нашей замечательной теплой студии Ну, а поделиться своим теплом Теплом своего домашнего очага И теплом своего сердца Может каждый из вас Потому что каждый из вас может принять участие в том, чтобы подарить какому-нибудь животному дом Об этом мы вам сейчас и расскажем Лора Лора больше всего на свете любит гулять Хотя, когда она попала в руки волонтеров, у нее была травма Но она встала на лапы И она будет самой лучшей семейной собакой и верным другом Лора стерилизована и привита Звоните Екатерине Плюс 79787132247 Вот возьмешь, например, идешь по дороге на работу Или, наоборот, с работы Приютишь собаку или кошку И считается, что да, будет тебе счастье Тем более, я знаю, что мне всегда родители рассказывали Если вдруг в дом прибилось животное Его ни в коем случае нельзя выбрасывать Отдавать кому-то Потому что это животное принесет обязательно удачу Особенно часто это говорят именно про кошек Да, и такое животное, оно принесет не только удачу А мне кажется, оно будет любить тебя как никогда Потому что ты именно тот человек, который подарил ему дом Подарил ему тепло и подарил ему заботу В целом, заботиться о своих близких – это очень важно Будь то животное или будь то простой сосед Который живет недалеко и знает, что от него только имя и фамилию Кстати, Саша, а со своими соседями ты дружишь? Я, кстати, да Я дружу со своими соседями, но не со всеми Ну, потому что, возможно, слишком громко действительно слушаю музыку Иногда из-за этого я бы извинилась Но вот как-то не довелось мне еще извиниться Наверное, сама виновата Но, с другой стороны, не знаю, наслаждаться нужно и по-разному Совершенно согласен Вот Саша музыку слишком громко слушает, а я музыку слишком громко играю Поэтому, воспользовавшись возможностью, хочу извиниться перед соседями Простите, пожалуйста, действительно порой ловить момент очень важно Это сделать очень хочется и отказать себе в такие ситуации невозможно Как я думаю, что и наши зрители прямо сейчас не могут отказать себе в хорошем и плотном завтраке Что очень обязательно Вот мы с Александрой, наверное, тоже, как только эфир закончится, пойдем и обязательно что-нибудь перекусим Перекусим, просто с утра было как-то не до этого Пока проснешься, пока на работу доберешься, а потом уже вроде... С утра с нашей работой времени вообще фактически ни на что нет Скажу честно, нет времени даже проверить, что там происходит в мире и в интернете Именно поэтому я с нетерпением жду нашу следующую рубрику, в которой мы вам покажем новости из со всего мира Которые были запечатлены на видео и попали в сеть Застрял под мостом Грузовик не поместился по транспортным переходам во время движения Очевидцы сняли на видео происшествия и выложили в интернет Пользователи, в свою очередь, отметили первый в 2019-м Жители Краснодарского края стали свидетелями необычного явления По мнению очевидцев, это было падение крупного метеорита На кадрах видео заметен летящий свечащийся объект, оставляющий за собой длинный след Накануне с таким же явлением столкнулись жители поселка Хибины Мурманской области Они заметили на небе свечащееся небесное тело неизвестного происхождения Видео с автомобильного регистратора, на котором запечатлен летающий объект, выложили в социальную сеть Эпичная битва московских трактористов На записи видно, как один трактор безуспешно толкает другой, заглохший А затем им на помощь приезжает третья машина, которая в итоге помогает застрявшему освободить дорогу для движения Ученые выяснили, кошки могут способствовать развитию шизофрении у людей Датские ученые обнаружили, что внутриклеточные паразиты таксоплазма, часто встречающиеся у кошек, повышают риск возникновения психологического заболевания Игра на скорость Работники одного из складов показывают небывалое мастерство в упаковке посылок Не смейте прикасаться ко мне Домашний питомец отказывается от ласки хозяина Вот кошки у меня дома вроде бы нет, а исходя из новости, которую мы узнали, можно подозревать, что где-то она все-таки прячется Потому что я поймал настоящее дежавю Прямо сейчас, казалось бы, Никита Крылов только что был на площади Ленина И вот мы смотрим на нее опять Потому что прямо сейчас давайте посмотрим, что же происходит в центре города через веб-камеру, установленную где-то очень высоко Мы просто единовременно находимся и здесь, и там И хотим, чтобы вы видели всю картину сразу, целиком и общую Что значит видно? Что солнце еще не взошло, но солнышко, пожалуйста, поднимайся, мы тебя очень ждем Город еще освещен фонарями Вот пешеходов, признаюсь, совершенно не вижу, вот разве что какая-то тень вдалеке Возможно, это даже Никита бежит готовиться к следующему стриму Может быть, а еще у меня такое ощущение, что почему-то с каждым днем сейчас темнеет все позже и позже То есть, казалось бы, должно расцветать пораньше, а картина какая-то вдруг совершенно иная Вот знаешь, ты только об этом заговорила, и я вижу зарево, которое появилось за академичным музыкальным театром Да, вот что значит сила мысли и сила хорошего настроения, которое мы пытаемся вам сегодня подарить Солнышко действительно поднимается, да и люди, видимо, это заметили, уже спешат на работу, потому что вовсю ходит общественный транспорт Пока что пробок нет, пользуйтесь моментом и проезжайте по центру города, потому что движение совершенно не затруднено У меня есть знакомая, которая нарочно добирается на работу за часа полтора пораньше, чтобы просто не попадать в пробки Хотел бы я быть таким знакомым у Саши, потому что добраться до работы – это дело немаловажное Сейчас давайте посмотрим, что же происходит в Севастополе Да, в Севастополе, я, кстати, очень хотела бы съездить в Севастополь, но такой возможности у меня попросту пока нет, поэтому я искренне надеюсь, что сейчас мы компенсируем тот факт, что... О, насколько тут светлее, я аж мысль свою потеряла Да, в Севастополе заметно светлее, возможно, они смотрели наш вчерашний эфир и специально осветили площадь, чтобы обойти в этом деле Симферополь, но да, и людей, хочу сказать, побольше Люди ходят пешком, ну, неудивительно, ты посмотри на вид, прекрасная, прекрасная бухта, подозреваю Вот здесь бы я сейчас и хотела бы оказаться, сначала на диване такая, да, рассказала, потом в Севастополе, сейчас еще я что-нибудь придумаю Да, к сожалению, ведущие не настолько всемогущие, и телепортироваться они никуда не могут, но посмотреть и поделиться с вами видами Севастополя мы можем прямо здесь и прямо сейчас В целом, жизнь начинает постепенно-постепенно приходить в себя, постепенно люди оживают и идут по своим делам Мы надеемся, друзья, что вы тоже никуда не опаздываете, хотя я понимаю, оторваться от передачи достаточно сложно, мы показываем и рассказываем столько всего интересного Но, пожалуйста, соберитесь и придите вовремя, это позволит вам завтра опять проснуться пораньше и посмотреть... А, завтра вот в понедельник, с понедельника, завтра же выходные, совсем забыл Стоит только сейчас подумать, что еще совсем немножко, да, и можно будет отдыхать целых два дня Не нужно никуда идти, никуда спешить, вот действительно сходить на маникюр спокойно можно Вообще встать в 12 часов дня, ну что еще там, о чем мечтаем? Да, о чем мечтаем в выходной? В конце концов, уделить время себе Вот я, например, люблю готовить, с удовольствием потрачу выходные на то, чтобы сделать любимую пиццу Маргарита Получается она у меня, кстати, замечательно Именно Маргарита? Именно Маргарита, да Это, ну, не без всего, не без всего, а с душой и с любовью, это главное Это классическая пицца в Италии Про это у меня будет, кстати, интересная история, но о ней поговорим попозже Что мне сейчас можешь рассказать ты? Потому что севастопорем, признаюсь, уже все ясно А я тебе могу рассказать, что наши журналисты, ну, как проводить досуг? Завтра же выходные, и чаще всего куда мы идем? Девочки сначала после маникюра, может быть, еще по каким-то косметологическим процедурам Ну, а мужчины обычно покупают билеты в кино, чтобы на семейные просмотры или на романтические Вот наши корреспонденты и подготовили материал о том, как можно сделать это максимально выгодно и с удовольствием Часто россиян отпугивает перспектива смотреть кино в присутствии громко разговаривающих подростков Увлеченно поедающих попкорн зрителей и беспечно болтающих по телефону людей Но даже в этом случае можно решить проблему Если вам попались шумные соседи, есть одна маленькая хитрость Используйте наушники-затычки, без музыки, они избавят вас от мелких шумов Дальше никто не услышит их сладких трелий Если даже наушники не помогают, и вы слышите каждый шорох, а хруст чипсов соседа выводят из себя, то лучше выбирать ранние сеансы А еще, если вы хотите сэкономить на билетах, то приходите в утренние часы В 9 и 10 часов утра вы купите билет в два раза дешевле От 10 до 15 процентов зрителей испытывают неудобства при просмотре фильма в формате 3D Автальмологи не рекомендуют водить детей до 6 лет на сеансы, где без таких очков не обойтись Сейчас многие фильмы нужно смотреть в 3D очках, однако они могут вызвать дискомфорт Так как когда вы смотрите фильм, вы как бы погружаетесь в него, и ваши глаза посылают в мозг о том, что вы находитесь в движении В то время как ваше внутреннее ухо говорит об обратном, что вы сидите на месте Именно это избивает с толку зрительный анализатор Поэтому при малейшем дискомфорте очки лучше все-таки снять Страстные парочки на последнем ряду тоже не всегда ограничиваются поцелуями Но есть один момент, после которого сидеть на этих местах вам уже вряд ли будет комфортно В кинозале установлены камеры, обращенные в зрительный зал Это сделано не только из соображений безопасности, но и чтобы предотвратить драки и попытки съемки скрытой камерой А еще камеры помогают сотрудникам обнаружить и вывести из зала Парочки, готовые зайти слишком далеко Поэтому если в следующий раз вы выберете последний ряд, будьте готовы к повышенному вниманию, к вашему поведению А если картинка на экране стала некачественной, работник из киноаппаратной не поможет Дело в том, что кинопоказы более автоматизированы, чем это было в прошлом веке И цифровые устройства справляются сами, поэтому запомните Если во время сеанса возникли какие-то проблемы с проектором, нужно просто встать и выйти в холл к сотрудникам И не просить парня из киноаппаратной подвинуть картинку, потому что парня там просто нет Технический прогресс подтолкнул кинематограф далеко вперед, поэтому спецэффектами сейчас уже никого не удивить Но когда-то поход в кино был слишком дорогим удовольствием Насколько, расскажет Оля Литвиненко КИНОТЕАТР Американский биоскоп «Живая движущая фотография» Такие рекламные объявления в начале 20 века появились на афишных столбах И крымских газетах А вслед за ними приехали подвижники, как их тогда называли кинематографы И показывали крымчанам обещанное чудо Билеты на это чудо раскупали заранее Даже несмотря на то, что кинотеатр было плохо видно не только с последнего, но и с первого ряда Богатая крымская публика смотрела фильмы в театрах и административных зданиях Для публики попроще отводили склады, амбары, сараи В общем, все то, что имело крышу Будка для проектора стояла в зрительном зале Ее просто отгораживали ширмой Мебели в помещении практически не было Люди сидели на скамейках, а некоторые и вовсе смотрели фильм стоя В 1904 году в Симферополе появился первый кинотеатр И назывался он «Баян» Правда, на арке указан 1915-й Но это дата строительства самой арки, а не всего здания Ее строительством занимался самый известный крымский архитектор Николай Краснов А вот имя зодчего «Баяна» история не сохранила Здесь показывали короткие фильмы Программу составляли из разных жанров Хроника, драма, комедия Так что зритель мог и поплакать, и посмеяться Билет на сеанс кинематографа стоил от 15 до 40 копеек Деньги существенны, с учетом того, что на рынке Царская рыбка-барабулька стоила примерно столько же Советские кинотеатры были излюблены местом для романтических свиданий Сейчас в этом сквере тихо и пусто В 1964 году здесь открыли первый широкоформатный кинотеатр, в котором показывали высококачественные фильмы того времени Туда заглядывали с друзьями, шли все семьей или целым курсом Сегодня киноиндустрия шагнула далеко вперед Картины на любой выбор, да и цены на билеты другие А вот что не подвластно времени, так это неповторимая атмосфера, которой до сих пор многие отдают предпочтение Выбирая между домашним просмотром и сеансом в кинотеатре Сегодня мы покажем вам уникальный театр, аналогов которому нет во всей России Я полюбила его Что ты сказала? Полюбила его Пожалуйста, ждем вас на премьере Молодцы, ребят, спасибо вам большое, успехов Мы обязательно придем к вам на премьеру Смотрите в эту субботу в 10.45 детскую развлекательно-познавательную передачу «Витамин» В этом выпуске вы увидите, что такое модельная походка Как из подручных материалов сделать удобный органайзер для канцелярии Узнайте несколько вариантов нестандартного применения лейкопластыря Спортивный ребенок, герой программы, расскажет о своем увлечении греко-римской борьбой Не пропустите, это стоит увидеть И записывают А мы? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Крым 24 Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 день. Прямо сейчас погода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У меня до сих пор не идет из головы мысль и вот о том, насколько вообще вот после сюжета Дмитрия Попова про эти танки и военную технику, я вот не представляю. Я умею водить, но водить машину и водить танк это совершенно разные вещи. Вот я знаю, что ты тоже водишь. Вот как думаешь, решился бы сесть в кабину танка? Интересный вопрос. Танк это многотонная тяжеленная конструкция, которая наверняка еще и жрет достаточно много топлива. Я признаюсь, вожу достаточно давно, но по словам тех же самых друзей не очень хорошо. С ними на эту тему спорить не буду. А вот на какую тему хотелось бы узнать и поговорить подробнее, это стоимость топлива. Мне она как автомобилисту тоже важна. Давайте посмотрим, что происходит с курсами. На топливном рынке прямо сейчас. Газом я не заправляюсь, но для наших зрителей знать цену будет полезно. Он стоит 28 рублей 19 копеек. Дизельное топливо стоит 51 рубль 25 копеек. Кстати, интересно, получается ли действительно экономить на двигателях такого типа? Сам я дизелем никогда не управлял. 92 бензин стоит 47 рублей 17 копеек. Стоимость более-менее стабильная, не сильно отличается от вчерашней. 95 бензин стоит, ясное дело, дороже 50 рублей 19 копеек. И 98 бензин стоит 56 рублей 59 копеек. Не знаю, будет ли ехать мой автомобиль, если я заправлю 98 быстрее, потому что, признаю свою ласточку, я заправляю 95. Но, что я знаю, что точно так же вместе с ценами на бензин полезно знать еще и курс валют. Об этом давайте поговорим прямо сейчас. Доллар стоит 65 рублей 35 копеек. Курс немного понизился. Евро понизилось тоже и стоит 75 рублей 20 копеек. Все эти знания можно назвать полезными и необходимыми, особенно если вы куда-нибудь выбираетесь. На автомобиле нужно ехать как минимум до места, откуда отправляются аэробусы. А зная курс валют, можно куда-нибудь и слетать. Собственно, я обещал рассказать интересную историю. И рассказ про евро меня на нее и натолкнул. Пицца Маргарита, мы возвращаемся прямо к ней. Да, мы обсуждали просто недавно, как Артем бы сейчас с удовольствием бы готовил маргариту. Я удивилась, что именно маргариту. Вот, но расскажу эту историю немного попозже, потому что есть человек, который хочет рассказать еще много чего интересного. Это Никита, и он прямо сейчас на связи. Давайте посмотрим, чем интересным он там занят. Доброе утро, друзья, еще раз. Я нахожусь в одном из дворов в самом центре города Симферополя. И хочу поговорить о парковках. Совсем недавно наткнулся в одной из групп полезную информацию. Если вы, например, обнаружили автомобиль на зеленом газоне, точнее на газоне, то вы можете пожаловаться в городскую администрацию, точнее на сайт городской администрации, либо же на сайт МВД, приложить доказательства, то есть фото-видеосъемку, и тогда будет штраф нарушителю от двух до пяти тысяч. Ну вот я, в частности, зашел в один из дворов. Вижу, да, действительно, автомобиль припаркован. Он припаркован где-то на земле. Но является ли это газоном? Вот другой вопрос. Что же такое газон? Вообще, это твердое покрытие, где есть искусственное, либо природное зеленое насаждение. Ну вот, например, сейчас зима, и вообще, как вы понимаете, травы быть не может. Поэтому, я думаю, если вдруг уже штраф будет вам приходить, дорогие автолюбители, то стоит это дело оспаривать, поскольку, действительно, очень сложная ситуация с этим. Ну а вторая ситуация – это парковка на тротуарах. Сейчас попробую вам показать. Вот, действительно, автомобиль стоит на тротуаре, и это, оказывается, тоже нарушение правил дорожного движения, поскольку запрещена парковка на тротуарах, кроме тех случаев, когда есть специальный знак. Но другой вопрос – где же тогда парковаться, поскольку, ну, все-таки, нет, нет места автолюбителям. Поэтому, друзья, ну, риторический вопрос. Честно говоря, не знаю, как, возможно, это решить проблему. Но, знаете, все-таки солить соседям просто так нельзя, да, например, и постоянно их штрафовать. Я думаю, что это неправильно. Но и автолюбители тоже должны относиться с пониманием, и парковаться на газонах все-таки это плохо. Спасибо большое, Никита. Это вот все-таки не даешь мне дорассказать мою прекрасную историю, потому что очень хорошо Никита подвелся к тому, что мы хотим рассказать и вам дальше. Ведь в Крыму происходит много чего, и крымчане очень любят протоколировать это на видео. В частности, снимать на видеорегистраторы, на свои телефоны, на квадрокоптеры, да, на что угодно. И вот что интересное произошло, мы прямо сейчас и расскажем вам. Житель Севастополя опубликовал снимок, где видно, что зебра нарисована на непроездном участке улицы, который с одной стороны закрыт забором, с другой – дорожным отбойником. В сети шутят, что это самый безопасный пешеходный переход города-героя. В ответ крымчане стали присылать фотографии подобных переходов в других населенных пунктах Крыма. Например, жители ЮБКа опубликовали фото зебры в Форосе, которое ведет в стену. Симферополь, парк имени Юрия Гагарина. Во время дождя тут теперь можно проплывать на лодке. В мороз вода замерзает и сковывает льдом деревья и кусты. Сейчас, пока тепло, в этих лужах плавают пернатые. А вот на участке дороги Евфатерийского шоссе специалисты уже приступили к нанесению разметки к подъезду нового терминала аэропорта Симферополь. Соблюдай дистанцию. КамАЗ чуть ли не переехал легковушку, которая оказалась в так называемой мертвой зоне. Водитель грузовика просто не заметил припаркованного рядом авто. Хорошо, что педалью стоп воспользовался вовремя. Доброе утро по Евфатерийску. Водитель не заметил, что под ним закончился асфальт, посчитал, что удачно припарковался и покинул автомобиль. Настоящие чудеса эквилибристики. Интересно, его ничего не смутило? Крымские фотопейзажи тепло встретили в сети. Города, окутанные зелеными лесами, собирают много лайков. Ничего удивительного. Всем давно хочется погреться на солнышке. А между прочим, ученые доказали, что буквально одного слова достаточно для того, чтобы вы понравились человеку, либо не понравились. Именно тембр, тональность, вот именно благодаря этим двум факторам человек и решает. И вот удивительно, действительно одного слова хватает, чтобы человек решил, нравитесь вы ему или нет. Это действительно удивительно, потому что лично я обратил внимание, что очень часто у каждого человека разный тембр голоса с разными людьми. Поверьте, если я знакомлюсь с кем-то, с кем мне очень важно познакомиться, я тоже делаю свой голос немного пониже и немного повыразительней. Но вот можно ли определить, честно сказать не могу. Саша, вот у тебя бывало такое, что общаясь с кем-то, тебе просто не нравился его голос? Конечно, бывало. Дело в том, что одно время мне даже казалось, что я влюбляюсь по голосу. Ну, очень важно для меня слышать, чтобы у человека был красивый голос. И когда вот есть какие-то скрежетающие нотки, я не знаю, как это просто описать, надеюсь, что у меня их просто нет, это прям вот такой раздражающий фактор, очень весомый. И при том, что бывало такое, что эти нотки у этого человека слышала только я почему-то. Наверное, это какого-то рода шестое чувство, направленное на то, как человек разговаривает. Интересная информация. Человеческий голос является одним из самых тембрально богатых музыкальных инструментов в мире. Он наступает исключительно некоторым духовым и всем известному инструменту орган. Кстати, про орган у меня было много споров с Александром Ткачевым, который вот специально взял-поехал и снял целый прекрасный репортаж про метеорологов. Прямо сейчас. Очень часто метеорологов обвиняют в неточностях прогноза погоды. Разобраться в этом многосложном процессе, определение погоды, ее предсказания, мы сегодня и попробуем. За ответом мы приехали на агрометеостанцию Никитский сад. И сразу нас ведут в поле, утыканное разными приборами советских времен. Но, несмотря на почтенный возраст устройств, ученых они еще пока не подводили. Мы идем к прибору, который называется гелиограф. Как видно, с помощью вот этого шарика прозрачного замеряется прожег солнца на ленточке. Принцип работы гелиографа довольно прост. Через линзу солнечный свет прожигает на картонке линию. И по ней можно сосчитать минуты, сколько времени в течение дня была ясная погода, а сколько облачная. Многие приборы на этой станции напоминают предметы из кабинета физики. Гальванометры, гигрографы, термографы, балансомеры и психрометрические будки. Последние, кстати, расположены на специальной высоте около двух метров. Такое расположение стандартное для всех метеостанций планеты, чтобы были одни показатели. В психрометрических будках от человеческого глаза спрятаны гигрографы и термографы, записывающие температуру и влажность воздуха. А это у нас вытяжные термометры. Их вот семь штук. Они установлены на разных горизонтах. От 40 сантиметров до 3 метров 20 сантиметров. Измеряют температуру почвы на глубинах. Данные этого наблюдательного пункта используют не только для прогнозирования погоды. Вот уже более ста лет здесь исследуют и фиксируют все изменения микроклимата побережья и поведения растений в этих условиях. И стеклянный шар, и будки помогают изучать капризы природы, хотя в этом давно уже нет необходимости. Все вычисления производятся на компьютере, но старые устройства находятся в строю и служат для параллельных наблюдений. Так почему же при таком количестве помощников синоптики все еще ошибаются в своих прогнозах? Прогноз, он и есть прогноз. Прогноз всегда не может быть точным. Это прогнозируемое состояние погоды, поэтому какая-то погрешность должна быть. К тому же математические модели не полностью могут охарактеризовать состояние погоды для данной местности, так как в них уже не закладывается достоверное состояние арографии. Несмотря на технологический прогресс, человек повелителем погоды так и не стал. И вмешаться в погодную кухню пока не под силу ни одному метеорологу мира. Однако, благодаря этим специалистам, мы не задумываясь, как в один клик на компьютере узнаем о погоде на ближайшие сутки. Крымчане и гости Крыма. Совершенно не важно, какая погода за окном. Самое главное, чтобы хорошая была погода в доме. Александр Ткачев, Андрей Псом. Утро нового дня. Друзья, все-таки хочу рассказать и продолжить свою интересную историю. Дорогой мне друг однажды съездил в Италию. Он знал о моей любви к пицце Маргарита, но сам смелся на мной вечно, потому что пицца, по его мнению, должна быть с грибами и курицей. Я думаю, что это для многих людей пицца любимая, Саша с вами согласится. Так вот, однажды он звонит мне и жалуется, мол, нету в Италии, нету в Риме настоящей пиццы с кетчупом, грибами и курицей. Оказывается, итальянцы едят пиццу без мяса, по большей части, а пицца с мясом только для туристов делается. Вот таким вот образом, оказывается, я узнал, что пищевые привычки, которые мы приобретаем здесь, могут очень сильно отличаться от пищевых привычек, которые происходят у людей по всему миру. Удивительно. Да, тем более я так люблю пиццу, что это действительно мое любимое блюдо. И я бы ела бы ее и с мясом, и без мяса, и ничего бы меня не смущало бы. Главное, чтобы не с луком. А я лично лук обожаю, это большая проблема, потому что большая часть моих близких лук есть не может. Но вот по поводу пищевых привычек и мира, ведь в мире на самом деле происходит столько всего разного и однозначно непохожего. Прекрасно, что у нас есть глобальная сеть, в которой мы можем, как через окно, заглядывать в разные удаленные уголки мира. О том, что же интересного происходит в мире, при помощи интернета мы расскажем вам прямо сейчас. Застрял под мостом. Грузовик не поместился по транспортным переходам во время движения. Очевидцы сняли на видео происшествия и выложили в интернет. Пользователи, в свою очередь, отметили первый в 2019-м. Жители Краснодарского края стали свидетелями необычного явления. По мнению очевидцев, это было падение крупного метеорита. На кадрах видео заметен летящий свечащийся объект, оставляющий за собой длинный след. Накануне с таким же явлением столкнулись жители поселка Хибины Мурманской области. Они заметили на небе свечащееся небесное тело неизвестного происхождения. Видео с автомобильного регистратора, на котором запечатлен летающий объект, выложили в социальную сеть. Эпичная битва московских трактористов. На записи видно, как один трактор безуспешно толкает другой, заглохший. А затем им на помощь приезжает третья машина, которая в итоге помогает застрявшему освободить дорогу для движения. Ученые выяснили, кошки могут способствовать развитию шизофрении у людей. Датские ученые обнаружили, что внутриклеточные паразиты таксоплазма, часто встречающиеся у кошек, повышают риск возникновения психологического заболевания. Игра на скорость. Работники одного из складов показывают небывалое мастерство в упаковке посылок. Не смейте прикасаться ко мне. Домашний питомец отказывается от ласки хозяина. И вот так вот резко, молниеносно и стремительно, как герой из видео, что мы показали, упаковывал коробки, мы оказались на наших уютных и мягких диванчиках, чему я очень рад. Мы здесь не просто так, Саша. Да, я хочу представить вам нашего гостя, гостя, прошу прощения, Сергей Михайлович Ечмаков, заместитель директора по развитию муниципального бюджетного предприятия «Метроград». Здравствуйте. И хотим поговорить мы в первую очередь о подземных переходах, потому что эта тема волнует людей уже не один месяц. То просто говорили, что там будет торговля, то не будет. Так, будет торговля в подземных переходах или не будет? Вы знаете, наверняка торговля останется. Но на сегодняшний день нам, наверное, надо акцентироваться больше не на том, будет ли торговля или нет, а, скорее всего, на том, что нам надо сделать с подземными переходами города для того, чтобы их привести в действительно нормальное и хорошее состояние. Да. Потому что на сегодняшний день наши переходы, к сожалению, они долгожители. И понять, в каком они состоянии находятся, что надо сделать, отремонтировать, починить, нам необходимо провести полное обследование этих переходов. А много денег для этого нужно? Приблизительно. Вот мы на сегодняшний день решили провести обследование четырех переходов и потребуется порядка десяти миллионов. Это на четыре перехода в Симферополе, да? А какие, наверное, центральные какие-то? Да, мы начнем проводить обследование переходов, находящихся под площадью Амед Хансултана, напротив магазина Ассорти, это Сильпо, площадь Советская и площадь Московская. Ну и скажите, пожалуйста, а вот я знаю, что вчера общалась с нашими журналистами, которые выезжали с проверкой. И скажите, пожалуйста, действительно ли в связи с проведением дорожных работ некоторые магазины в подземных переходах теперь заливают дождем, водой? Да, вы знаете, к сожалению, когда проводились дорожно-строительные работы, строителями были повреждены ряд конструкций переходов, была нарушена гидроизоляция переходов. И постоянно на сегодняшний день вода интенсивно поступает в некоторые из этих переходов. Мы принимаем все меры для того, чтобы установить причины попадания воды, но, к сожалению, только строительные эксперты и экспертиза смогут это сделать точно. И вот именно для этих целей мы будем проводить комплексное обследование технического состояния переходов. Мы будем наверняка привлекать специализированное оборудование, проводить детальный инструментальный контроль. Где-то наверняка потребуется вскрывать переходы, раскапывать для того, чтобы понять истинную причину попадания воды. И только после этого мы сможем понять и принять решение, что нам надо делать с этими переходами. Некоторые переходы из столицы достаточно перегружены, особенно в Чеспик, в рабочее время, когда люди спешат. Особенно стоят торговые палатки, в некоторых пройти сложно. Нуждается ли Симферополь в расширении переходной инфраструктуры? Планируются ли, в принципе, новые переходы? Или достаточно будет модернизировать и обновить эти имеющиеся? Да, такая проблематика существует, потому что на сегодняшний день наши подземные переходы – это места массового пребывания людей. И не просто десятки, сотни, а тысячи человек ежедневно пользуются ими. Но в первую очередь мы наверняка будем предпринимать меры для того, чтобы демонтировать старые киоски, старые павильоны, которые находятся в этих переходах и которые существенно сужают проходы. Вот по состоянию на сегодняшний день такая работа уже ведется в подземном переходе на Куйбышевской площади. Там действительно стояли павильоны, которые в два раза сузили проход, возможность для прохода людей. И сегодня мы заканчиваем уже демонтаж этих павильонов, и проходная зона будет соответствовать требованиям ГОСТов и стандартов. По количеству переходов, которые будут новые в городе или нет, к сожалению, или к счастью, это не наши прерогативы. У нас есть руководство города. И, вы знаете, необходимо сказать, что Наталья Федоровна Маленко, Свериденко Татьяна Олеговна, они придают очень серьезное и важное значение этим переходам и вообще проблематике переходов. Дело в том, что когда на наше предприятие МУП Медрократ назначили нового директора Елену Степанову Проценко, то под ее руководством работа с переходами активизировалась. По факту они находились еще в худшем состоянии, чем то, что есть на сегодняшний день. Была проведена ревизия, инвентаризация, активизирована работа по большому количеству направлений в этих переходах. К сожалению, вот у нас каждое утро начинается с того, что нам администраторы докладывают. Там появились вандальные надписи, там разбили лампы. И опять же мы эти лампы меняем ежемесячно сотнями, просто устанавливаем. Провели инвентаризацию, проверили подключение электроэнергии, установили новые счетчики, заменили счетовые, отключили потребителей, которые, так скажем, не совсем легально пользовались этой электроэнергией. И основная задача наша прежде всего привести их в соответствие с требованиями. Потому что мы исходим из того, что эти переходы, они предназначены для людей, мы обязаны прежде всего обеспечить безопасность людей, которые пользуются им. Поэтому сначала строительная техническая экспертиза, проверить несущую способность конструкции. В каком они состоянии находятся. Может быть, даже в предаварийном или в аварийном состоянии. И принимать дальнейшие решения. Менять, ремонтировать или покрасить, побелить просто. Совершенно верно. Вы сказали, что переходы в первую очередь существуют для людей. А вот что люди думают о переходах, как они к ним относятся, пользуются или нет, узнали наши журналисты в центре города Симферополь. Сейчас и узнаем. Удобно для людей, а начинают рано торговать. Пройти неудобно, честно говоря. То есть лучше, если бы было почище в городе. Если построят где-нибудь, чтобы бабушка точно так же торговала, ну, можно снести. А так, я думаю, каждый, что не просто из хорошей жизни там торгует, скорее всего. Я, например, люблю покупать какие-то травы у бабушек. Есть такие штуки, которые можно купить только в переходе. Занимает место, неудобно ходить. Чем-то удобно, чем-то мешает. Я думаю, удобно. Мелище не мешает. Я живу в Симферополе, у нас в переходах. Торговля есть, но мне кажется, это выгодное предложение. Можно найти, по сути, все, что тебе надо. Переход проходить невозможно. И удобно, и мешает. Мешает в том, что очень много занимает пространство, да, саду и с другой стороны. И подход как-то, ну, когда идет два человека, уже не разойтись. То есть хотя бы оставить цветы и убрать там что-то. Или наоборот, оставить покрытки и убрать цветы. В принципе, места хватает, пусть торгует себе. Почему нет? В переходах мешает. У нас сейчас на Балакуна, на Бородино, там переход сделают. Слава Богу, пока ничего нет. Промелькнул очень важный и волнующий вопрос. Это вопрос вандализма и отношения людей к общественной собственности и к переходам в частности. Как я понимаю, переходы действительно очень часто сталкиваются с тем, что в них выкручивают, ломают лампочки, рисуют баллончиками. Какие средства борьбы с этим, в принципе, имеются? И почему это происходит именно с переходами? С переходами наверняка это происходит потому, что в темное время суток ими практически никто не пользуется. Как таковой охраны там круглосуточной нет. Делай, в принципе, что хочу. Поэтому, когда даже вы задаете вопрос, стоит ли оставлять там предпринимателей, стоит ли оставлять там павильоны, как бы то ни было, вы знаете, это те люди, которые сами следят за порядком в переходах. При их наличии будет меньше случаев таких актов вандализма. Даже по нашей статистике, те переходы, в которых существует торговля, а у нас 18 всего переходов на балансе, в которых в 8 ведется торговля, вот именно в этих переходах таких актов вандализма меньше. Второе, это, конечно, это культура. Это культура людей, наша культура. Мы с вами пользуемся этими переходами, давайте мы их будем беречь, давайте будем думать о них. Вы же посмотрите, если вы спуститесь в лондонское метро или в метро в Вашингтоне и московское метро, огромная разница, туда приятно спускаться. А если вы спуститесь в метро или в переходы в Баку, вы можете посмотреть в интернете, это просто красота музей. Поэтому, да, второй вопрос, который мы будем реализовывать, это передание эстетического декоративного вида нашим переходам, при этом не забывая решать проблемы маломобильных групп населения. Я как раз хотела сказать, что у нас в городе есть такие переходы, где, по которым мы идем, как будто картинная галерея. Да, вот есть уличные художники, которые разрисовывают, и при том это делает не просто надпись какую-то, вот имя свое или как-то так, а именно вот это как картина потрясающая. И, может быть, вот с ними как-то вы собираетесь как-то договариваться, или вот если облагораживать, то каким образом? Облагораживать переходы, вы знаете, тоже есть несколько вариантов. У нас каждый переход, по сути, у него свой характер, своя душа. Даже предприниматели, которые там торгуют, у них своя какая-то моральная там обстановка. Вчера мы как раз обсуждали идею, может быть, даже привлечь студентов Крымского федерального университета. Там есть прекрасная идея, чтобы они подготовили архитектурные концепции, видение этих переходов, для того, чтобы они были живые. Да, он может быть красивым, но он может быть мертвым. Вы абсолютно правы. И вот такой вот еще вопрос. Когда будут проводиться работы ремонтные, да, вот с переходами, в это время будет перекрыто движение транспорта? На сегодняшний день это сказать точно невозможно. Все будет зависеть от результатов обследования. Если строительные эксперты выявят, например, что надо менять плиты перекрытия, потому что их несущая способность уже явно недостаточная, и они находятся в аварийном состоянии. Вы знаете, к сожалению, наверное, надо будет перекрывать движение для того, чтобы вскрывать, поднимать, менять эти плиты. Безопасность прежде всего. Может быть, это принесет какие-то временные неудобства, но мы должны на это пойти. Ну да, потому что он уже просто вот недавно был большой ремонт дорог, да. Но в связи с этим, я думаю, что, ну, времени-то еще есть, да. Если начнутся ремонтные работы, то это когда вообще? Мы планируем выйти уже на фактическое проведение ремонтных работ где-то месяцев через 5-6, потому что сейчас конкурсы, обследование, составление сметной документации, проектирование и, соответственно, выход уже на работу. Да, в принципе, нормально еще. А потом же опять надо определиться, что будет в этих переходах. Вот конец разговора. Хотелось бы вспомнить и поговорить о прекрасном. Вот Саша рассказала о том, как в переходах рисуют. Действительно, я живу недалеко от центра, где собирают кровь, и там есть переход. Вот разукрашенный инструкциями о том, как нужно правильно подготовиться к сдаче крови. Насколько я знаю, переход никто никогда не трогает. Более того, молодежь любит фотографироваться на фоне всяких советов. Например, воздержитесь от алкоголя или не садитесь за руль. Мне кажется, что если мы сделаем переход не только красивым, но еще и привлекательным, еще и забавным, ведь с юмором очень важно к жизни относиться в целом, то, возможно, даже вандал не захочет трогать тонов, а ничего, ему хочется сфотографироваться. Но в целом мы будем надеяться, что как бы забавно и каламбурно не звучало, наши переходы ждет светлое будущее. Да. Да, большое вам спасибо. Я еще раз представлю нашего гостя. Это Сергей Чмаков, заместитель директора по развитию муниципального бюджетного учреждения, предприятия, я прошу прощения, Метроград. Спасибо. Спасибо вам большое. Друзья, ну, а если вы предпочитаете заниматься спортом, то ни в коем случае не перебегайте дорогу на красный свет пешеходного перехода, а лучше даже спуститесь в подземный. Так будет гораздо безопаснее. А вот где, как и зачем лучше заниматься бегом уже в спортивных целях, прямо сейчас в нашем сюжете. Да-да-да, здесь именно я и свалился. Ушибы, ссадины и сильный испуг. Так недавно закончилась утренняя пробежка Руслана. Решил заняться спортом, думаю, побегаю перед работой. По утрам, это было около месяца назад, то есть еще темно, это около шести утра было. Выбежал, начал бегать, думаю, свежий воздух, лесополоца, но как-то, видимо, не рассчитал свои силы, может, обувь была неудобная. И вот, собственно, так и получилось. Правильная беговая обувь, плейлист, удобная спортивная форма, время суток и настроение. Каждая деталь влияет на результат. Поэтому при выборе экипировки уже нужно четко понимать, для каких целей человек тренируется. Лучше обувь выбрать для стопы удобная, мягкая подошва, главное, чтобы пятка фиксирована была. Если для стадиона, то подошва должна мягкая быть, более упругая. Если для пересеченной местности, развить там скорость и какие-то нужны гортексы. Что касается оптимального для бега времени суток, то тут мнения специалистов расходятся. Одни советуют тренироваться утром, другие вечером. В любом случае важно, чтобы это все-таки не было 4-5 утра или 10-11 ночи. Слишком радикально для организма. Оптимальное время с 8 до 11 утра и с 6 до 9 вечера. Оздоравливаясь, мы можем даже не заметить, как наносим непоправимый вред нашему организму. Можно травмировать мышцы, поэтому делайте разминку. Также следите за тем, чтобы пульс не превышал рекомендуемую норму 150 ударов в минуту. Ну и, конечно, контролируйте дыхание. Рекомендуется начинающим удышать спортсмену два шага выдох, два шага вдох. Вдохнули носом, выдохнули ртом. Тренер должен посмотреть, как он ногу ставит, как он колено выносит. Возрастных ограничений нет. Если человек хочет, он будет это делать. Бегая, человек избавляется от подкожного жира. Но помните, что на протяжении первых 15-20 минут организм только разогревается. Худеть мы начинаем после первых 40 минут. Важно и правильно выбрать место для тренировки. Для профессионального бега, я считаю, что лучше всего на стадионах. Там специальное покрытие. А если для здорового образа жизни, я считаю, лучше выбирать парковый раздельный, где воздух насыщен кислородом. В том году по линии администрации города Симферополя мы установили пять мини-площадок по мини-футболу. И там можно бегать, заниматься, заниматься футболом. Специалисты утверждают, что начать бегать никогда не поздно. Не важно, что о вас подумают другие. Не бойтесь показаться смешным на фоне профессиональных бегунов. Главное, чтобы это не было травматично, поддерживало ваше здоровье и приносило удовольствие. Ольга Гусева, Андрей Псом. Утро нового дня. Зачем вспоминать Холокост? Казаки, народ или сословие? Где в Крыму можно узнать о жизни и деятельности известного крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского? Больше в программе «Этно Крым» в субботу в 20.00. Новый политический сезон в эфире телеканала «Первый Крымский». Ток-шоу «Вечер лайв» с Александром Макарем. Каждый вторник, среду и четверг в 19.30. Не пропустите. У меня совершенно не выходит из головы одна новость. Это про мужчину в Москве. В общем, его супруга сделала ЭКО. Ну и в два с половиной года счастливый отец воспитывал детей, а потом только узнал, что его сыновья ему не родные. Ну и что жена в итоге... Ну и там перепутали пробирки просто. И получилось, что жена забеременела от какого-то другого человека. И в результате... Ну как-то такой... Вышла такая ситуация. Напомним, что ЭКО это искусственное оплодотворение женщины. А тут на ум приходит фраза очень спорная, с которой многие согласятся, а многие нет. Что чужих детей не бывает. И наши дети в первую очередь те, кого мы любим, ценим и воспитываем. И те, кто любит и ценит нас. Вот ты согласна с этой фразой, Саша? Я абсолютно и полностью согласна. И у меня есть старшая сводная сестра. У нас одна мама. И при этом у нас разные отцы. И при этом всю жизнь папа к ней относился. Точно так же, как и мы ко мне. И для меня это моя любимая старшая сестра. И вот просто вот эти вот формальности... Я не знаю, как это назвать. Не формальности, формальности. В общем, в нашей семье это было абсолютно неважно. Конечно, говорят, что кровь не вода. Но все-таки хочу сказать, что и мещерские отношения тоже не являются какой-то субстанцией. Они могут связать на долгие годы, а могут и на всю жизнь. Главное, друзья, как мы друг к другу относимся. А подарить тепло и уют мы можем не только людям, а и братьям нашим меньшим. Об этом прямо сейчас вам и расскажем. Лора. Лора больше всего на свете любит гулять. Хотя, когда она попала в руки волонтеров, у нее была травма. Но она встала на лапы. И она будет самой лучшей семейной собакой и верным другом. Лора стерилизована и привита. Звоните Екатерине. Плюс семь девять семь восемь семьсот тринадцать двадцать два сорок семь. Ох уж это Лора на фоне осенних листьев. Такая картина нравится. Да. Прекрасное животное. Много животных прекрасных, удивительно. Но я почему-то всегда питала особенную страсть именно к собакам и к лошадям. И как-то я очень хотела лошадь, особенно когда была маленькая, выговаривала родителей завести лошадь. И потом еще шутила, что когда я вырасту, я обязательно на балконе найду для нее место. Да, знаешь, я, если честно, смотрю на лошадей. Настолько прекрасные, сильные создания. Искренне стыдно на них залазить. Вот не хочется. Я хоть и не тяжелый, и не достаточно большой, но смотрю на него и думаю. Да вот беги вольный мустанг в луга, пасись и восхищай нас своим видом. Ну, бывают же и другие мустанги, которые тоже нужно впускать в луга. Конечно, конечно. Бывают и другие мустанги. В Симферополе их не много, как и Камары и Челленджеры. Я говорю про маслкары. Но вот в целом автомобилей в Симферополе полным-полно. Хорошо или плохо, сейчас разберемся, посмотрев на то, какая же все-таки ситуация с пробками. Давайте узнаем. Конечно, те, кто уже за рулем, прямо сейчас не смогут посмотреть, какие пробки я показываю вам в студии. Но вы, те, кто смотрит нас прямо сейчас в прямом эфире, можете позвонить и сказать, берегитесь тех улиц или этих. Вот сейчас я вижу, что в Севастополе на площади пробок нет. Но мы посмотрим, что прямо сейчас находится в Симферополе. На своем экране я вижу, что центр города Симферополя стоит. Не суйтесь, пожалуйста, на улицу Шмидта, на улицу Проспект Победы и на улицу Ленина. Они красные-красные, как осенние листва еще в самом начале. Хотя, напомню, прямо сейчас вовсю идет зима, последний месяц. Вокруг Симферополя все чисто и зелено. Можно спокойно ехать на объездную улицу. Можно даже попробовать прокатиться по улице Киевской. Правда, до Москальца, а там уже начинаются пробки. Красный и желтый свет. Будьте аккуратны, будьте осторожны, а главное, проявляйте терпение. Поймите, чем больше вы сигналите, пробка быстрее двигаться не начнет. Вот, что хотелось бы сказать еще. Когда вы находитесь в пробках, не менее важно соблюдать дистанцию, не менее важно уступать места тем, кто двигается в правом ряду и хочет перестроиться в левый. Объездная все такая же зеленая. Центр города постепенно желтеет. Все-таки утро уже не ранее, машин появляется все больше и больше. Проспект Кирова уже желтый. Киевская начинает желтеть уже и в начале. Улица Садовая, улица Толстого, улица Гагарина. Все они сейчас желтого света, но это совершенно не значит, что на работу идти не стоит. Стоит, может быть, стоит выйти пешком пораньше, а может быть, стоит, воспользовавшись нашими советами, отправиться домой на автомобиле. Просто, опять же, взять время, проснуться немного пораньше, вовремя выехать и не стоять в пробках. Потому что сегодня утром, когда я добирался до работы, еще никаких пробок не было. Но это потому, что ты добирался в 5 часов утра. Конечно, это залог проснуться вовремя, приехать рано и рассказывать дорогим телезрителям о том, собственно, как обстоят дела в нашем родном краю. Но, скажу честно, я вот совершенно не люблю стоять в пробках, но посмотреть, как же другие люди стоят в пробках, что там в Симферополе, если они вообще, как это все выглядит, мне очень интересно. Для этого специально мы отправили Никиту в центр города, чтобы он нам рассказал. Посмотрим, как он справится с этой задачей. Да, Артем, спасибо огромное. Прямо сейчас, да, предлагаю тебе посмотреть, как же кто стоит в пробках. Вот мы находимся на перекрестке улицы Козлова, улицы Севастопольская. Ну, честно говоря, движение, естественно, для утра, оно есть, но пробок активных нет. Я думаю, возможно, еще основное большинство только подъезжает, и поэтому подъездом в центр, возможно, большие пробки. А сейчас здесь прям я не вижу. Ну, что касается погоды, поговорим о погоде. Погода, друзья, хорошая, налаживается, солнце уже выходит, действительно, светло стало на улице. И что самое важное, теплее уже, гораздо теплее. Сегодня, как я уже говорил, обещают, да, плюс 10, то есть небольшое похолодание, и возможен дождь. Поэтому зонт не забываем. Ну, а нахожусь я на перекрестке снова-таки улицы Козлова и улицы Севастопольская. Хотел бы сказать, что вот здесь делают тротуарную плитку, специальную для людей с ограниченными возможностями. То есть перекресток будет оборудован. Ну, а самое важное, надеемся, что это будет плитка, но все-таки не такая, как разметка, поскольку... Ну, посмотрите, да, что произошло. Разметку нанесли примерно в конце декабря, и сейчас она уже действительно в плачевном состоянии. Ну, а завершить свое прямое включение я бы хотел песней Льва Лещенко, поскольку сегодня 77 лет ему исполнилось, и этой песне я посвящаю разметке. Ни минуты покоя, ни секунды покоя, Не могу без тебя, дорогая разметка, Не хочу без тебя. Что же это такое? Кому вопрос я не знаю, но студия передает слово именно вам. Никита, ты потрясающий. Вот эти вот песни просто... Прекрасно. Это такой заряд утреннего настроения, честно. Ну, просто мало кто на это способен, хотя уже скоро будет 9 часов, и к 9 часам невозможно не проснуться. Не только тем, кто спешит на работу, но и тем, кто уже на работе. Ну, ты давно-то проснулся, я очень не спросил. Относительно, конечно. Нет, проснулся, иначе бы я до студии не добрался, но вот после такой прекрасной песни Никиты я проснулся окончательно, можно сказать, дважды, и спать теперь не хочется совершенно. Правда, думаю, что в оригинальной песне текст все-таки немного другой. Так что в прямом эфире мы услышали не только прекрасный голос Никиты, а еще и ремикс от Никиты, так скажем, его кавер-версию. Это авторская версия, специально только для телезрителей телеканала «Впервые крымские Крым-24», который смотрит «Утро нового дня» с 7 до 9, с понедельника по пятницу. Вы понимаете, что мы не только новостями вас балуем, но и авторским исполнением в лице наших ведущих, корреспондентов? Конечно, прекрасно, замечательно, как вот так все разливается, подобно песне. Кстати, об этом я сам, сколько себя помню, занимаюсь музыкой, но вот взять и спеть в прямом эфире, скажу честно, стесняюсь. Для тебя вообще любишь ли ты петь, Саша, и сложно для тебя петь при зрителях? Если я начну петь, это я такая говорила недавно, что как я люблю красивые голоса. Но если я начну петь, мне кажется, со мной вообще больше никто никогда общаться не будет. Но это честно. Вспоминаю, когда я только становился на музыкальное поприще и пытался петь при друзьях. Единственный вопрос, который меня постоянно спрашивали. Артем, все замечательно, но почему ты пытаешься петь, как вокалист группы «Рамштайн»? Что я хочу на это сказать? Голоса у людей разные. Если они у кого-то хотя бы немного похожи, это не значит, что мы друг за другом повторяем. Ну или ты за ним тогда уже. Хотя бы и потому, что он старше так значительно тебя. Ну да, или я за ним, хотя неизвестно, вполне возможно, что он однажды приезжал в Крым и услышал мое прекрасное в кавычках пение. Когда ты был в Калубеле. Когда я был в Калубеле, пел я, да, думаю, подозреваю, что даже лучше, чем могу петь сейчас. Но я советую нашим уважаемым телезрителям не стесняться петь, потому что доказано учеными, что занятия вокалом развивают дыхательный аппарат, развивают кровеносную систему, даже влияют на психологическое здоровье. Когда ты не боишься спеть свою любимую песню, когда ты не боишься подпеть свои любимые музыки, ты чувствуешь себя уверенней. Да и вообще спеть перед большой аудиторией, это же нужно обладать, во-первых, уверенностью в себе, во-вторых, любовью к себе и к тому, что ты делаешь своему голосу. Любите себя обязательно. Или нужно просто получать колоссальнейшее удовольствие от своего дела. И это может быть пение, а может быть работа в кадре, неважно. Главное, любите свою работу, ходите на нее с удовольствием, и тогда это будет не просто работа, это будет та весомая часть вашей жизни, ради которой вам будет просто хотеться просыпаться каждое утро. Совершенно верно. А если знать некоторые хитрости и ловки, вы внимательно послушайте, то можно справляться с работой быстрее, проще, а после работы проводить досуг куда приятнее. Да что уж там, может быть и петь потом будет радостнее. О том, какие уловки можно применить в своей будничной жизни, а конкретно в досуге, в кино, прямо сейчас мы вам и расскажем. Часто россиян отпугивает перспектива смотреть кино в присутствии громко разговаривающих подростков, увлеченно поедающих попкорн зрителей и беспечно болтающих по телефону людей. Но даже в этом случае можно решить проблему. Если вам попались шумные соседи, есть одна маленькая хитрость. Используйте наушники-затычки, без музыки. Они избавят вас от мелких шумов. Если даже наушники не помогают и вы слышите каждый шорох, а хруст чипсов соседы выводят из себя, то лучше выбирать ранние сеансы. А еще, если вы хотите сэкономить на билетах, то приходите в утренние часы. В 9 и 10 часов утра вы купите билет в два раза дешевле. Это же сектор-приз! От 10 до 15 процентов зрителей испытывают неудобства при просмотре фильма в формате 3D. Автальмологи не рекомендуют водить детей до 6 лет на сеансы, где без таких очков не обойтись. Сейчас многие фильмы нужно смотреть в 3D-очках, однако они могут вызвать дискомфорт. Так как, когда вы смотрите фильм, вы как бы погружаетесь в него, и ваши глаза посылают в мозг о том, что вы находитесь в движении, в то время как ваше внутреннее ухо говорит об обратном, что вы сидите на месте. Именно это избивает с толку зрительный анализатор. Поэтому при малейшем дискомфорте очки лучше все-таки снять. Твои глаза как большие сапфиры! Ой, бросьте! Вы меня смущаете! Страстные парочки на последнем ряду тоже не всегда ограничиваются поцелуями, но есть один момент, после которого сидеть на этих местах вам уже вряд ли будет комфортно. В кинозале установлены камеры, обращенные в зрительный зал. Это сделано не только из соображений безопасности, но и чтобы предотвратить драки и попытки съемки скрытой камерой. А еще камеры помогают сотрудникам обнаружить и вывести из зала парочки, готовые зайти слишком далеко. Поэтому, если в следующий раз вы выберете последний ряд, будьте готовы к повышенному вниманию, к вашему поведению. А если картинка на экране стала некачественной, работник из киноаппаратной не поможет. Дело в том, что кинопоказы более автоматизированы, чем это было в прошлом веке, и цифровые устройства справляются сами. Поэтому запомните. Если во время сеанса возникли какие-то проблемы с проектором, нужно просто встать и выйти в холк к сотрудникам. И не просить парня из киноаппаратной подвинуть картинку, потому что парня там просто нет. Технический прогресс подтолкнул кинематограф далеко вперед, поэтому спецэффектами сейчас уже никого не удивить. Но когда-то поход в кино был слишком дорогим удовольствием. Насколько расскажет Оля Литвиненко. За последние десятки лет человечество настолько привыкло к телевидению, что каждому современному человеку уже трудно представить свой досуг без просмотров любимых телепередач или фильмов. А ведь так было не всегда. Первый кинотеатр в крымской столице появился 115 лет назад. Тогда и слова такого «кинотеатр» еще не придумали. Каждую неделю на специальных стендах вывешивались огромные афиши, возле которых всегда толпились люди. Усовершенствованный американский биоскоп живая движущая фотография. Такие рекламные объявления в начале 20 века появились на афишных столбах и крымских газетах, а вслед за ними приехали подвижники, как их тогда называли кинематографы, и показывали крымчанам обещанное чудо. Билеты на это чудо раскупали заранее, даже несмотря на то, что кинотеатр было плохо видно не только с последнего, но и с первого ряда. Богатая крымская публика смотрела фильмы в театрах и административных зданиях. Для публики попроще отводили склады, амбары, сараи. В общем, все то, что имело крышу. Будка для проектора стояла в зрительном зале. Ее просто отгораживали ширмой. Мебели в помещении практически не было. Люди сидели на скамейках, а некоторые и вовсе смотрели фильм стоя. В 1904 году в Симферополе появился первый кинотеатр и назывался он «Баян». Правда, на арке указан 1915-й, но это дата строительства самой арки, а не всего здания. Ее строительством занимался самый известный крымский архитектор Николай Краснов. А вот имя зодчего Баяна история не сохранила. Здесь показывали короткие фильмы, программу составляли из разных жанров хроника, драма, комедия. Так что зритель мог и поплакать, и посмеяться. Билет на сеанс кинематографа стоил от 15 до 40 копеек. Деньги существенны, с учетом того, что на рынке царская рыбка-барабулька стоила примерно столько же. Советские кинотеатры были излюблены местом для романтических свиданий. Сейчас в этом сквере тихо и пусто. В 1964 году здесь открыли первый широкоформатный кинотеатр, в котором показывали высококачественные фильмы того времени. Туда заглядывали с друзьями, шли все семьей или целым курсом. Сегодня киноиндустрия шагнула далеко вперед. Картины на любой выбор, да и цены на билеты другие. А вот что не подвластно времени, так это неповторимая атмосфера, которой до сих пор многие отдают предпочтение, выбирая между домашним просмотром и сеансом в кинотеатре. Вот, люблю сходить в кино, но, признаюсь, получается сходить туда крайне редко. Да и редко показывает то, что мне было бы интересно глянуть. А мне интересно, часто ли ходят в кино наши новостные ведущие, они сейчас с нами на связи. Гульнара, доброе утро. Скажи, пожалуйста, любишь ли ты ходить в кино? Доброе утро. Да, конечно, как все нормальные люди, люблю ходить в кино. А какие жанры предпочитаешь? Какие это фильмы должны быть? Приключенческие или фантастика? Вот видишь, на работе столько приключений, когда узнаешь столько рассказов фантастических историй, а потом еще полируешь сверху и прекрасным просмотром фильмов. Это интересно. Совершенно верно. Ну и как часто ты ходишь в кинотеатры? И пользуешься ли ты какими-нибудь фишечками, лайфхаками или просто пришла, посмотрела, ушла? Пользуюсь я чем? Ну, допустим, есть ли у тебя какие-то секретики для того, чтобы тебе было максимально комфортно, чтобы сосед не жевал над ухом? Может быть, ты занимаешь только последний или только первый ряд, или берешь с собой домашний, сделанный дома попкорн? Нет, ну, конечно, я беру центр, стараюсь взять центр, потому что очень хорошо видно и слышно. А люди мне попадаются исключительно вежливые, культурные. Не было такого, чтобы мне в ухе кто-то сжевал. Хожу в кино, к сожалению, редко. Последний фильм, естественно, я на него сходила, не буду делать рекламу, какой это был фильм. Очень понравился. И беру попкорн, как все нормальные, обычные люди. Спасибо большое, Гульнара. Желаем тебе удачного эфира и интересных новостей. Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо. Ну, а я в кино ходить, как, не то, что не люблю, просто, правда, как-то оно редко выходит, раз в год, а при этом у меня есть друзья, которые ходят туда еженедельно, ну, раз в неделю, а пара у меня знакомых туда обязательно сходит. Ну, как-то, как они успевают? Надеемся, что и вы будете успевать сделать не только все ваши дела, но и в кино сходить. В кино сходите. Ну, а главное, каждое утро успевать смотреть нас с понедельника по пятницу в прямом эфире с 7 утра. А наше время, к сожалению, уже подошло к концу, но нам было очень приятно с вами общаться. Скоро вернемся. Спасибо вам и до свидания. Пока-пока. Пока-пока.